Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершаем чтение соборного послания апостола Иакова для библейского портала экзегет.ру. Мы читаем пятую главу. Начинается она с довольно строгого обличения. Лечение. Апостол пишет. «Биет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле, наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили праведника, он же не противился вам». Эти первые шесть стихов, как кажется, особенно по первым стихам, обращены просто к богатым людям, которые богаты, и это само по себе плохо. Конечно, оценка богатства может быть разной, в большей или меньшей степени строгости, но все-таки речь идет не просто об обладании. Как мы говорили в прошлый раз, комментируя одну из прошлых глав, Бог сотворил человека для обладания, для богатства, для владычества. Но это должно быть правильное обладание, правильное богатство, богатство духовное, богатство богообщения. Человек же, согрешив и сотворив сам из себя кумира, стал стремиться к богатству другому, греховному, к богатству потребляющему, уничтожающему, к богатству, связанному с соперничеством и борьбой. И, естественно, человек после грехопадения способен к богатству за счет другого, в большей или меньшей степени. Апостол и пишет поэтому, «Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас». И он говорит о том, что богатство разрушается. Действительно, все разрушается. Разрушаются одежды, разрушаются вещи, разрушаются дома, разрушается имущество. Падают акции в цене, и что бы то ни было еще. Ну, вот здесь он использует такие традиционные для его времени образы. «Золото ваше и серебро из ржавела». Но дальше, что интересно, что все это не само по себе плохо. Вот четвертый стих, здесь особенно важен, он говорит. «Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет и воплежнецов, дошли до слуха Господа Саваофа». В контексте ветхозаветной культуры, да и вообще в культуре Ближнего Востока, Древнего Востока, вот эта плата работнику, ежедневная плата паденному работнику, это какой-то такой чрезвычайно важный элемент, чрезвычайно важное явление, к которому надо относиться с большой внимательностью. Человек, который работает на другого, должен иметь достойную заработную плату, потому что он положился на этого другого, и этот другой является источником его пропитания, то есть его жизни. Человек, который не оплачивает достойно труд ближнего, не позволяет ему существовать, несмотря на то, что он тратит на работу время, здоровье и все прочее, он идет против ближнего, фактически убивая его, лишая его основ жизни. Для культуры Ветхого Завета, как, впрочем, и для культуры Нового Завета, это одно из самых тяжелых преступлений. Если разбойник какой-нибудь, нападая из-под тяжка и убивая грабителя, не строит из себя никого доброго, не строит из себя того, кто гарантирует справедливость, того, кто гарантирует эту самую заработную плату, того, с кем подписывается договор, например, он, да, он зол, но все знают, что он зол, он сам знает, что он зол, знают люди вокруг, что разбойник грешник, и он плохо поступает. Но человек, который говорит другому, поработай на меня сегодня, я все тебе оплачу, и сделаю это в ту меру, в которую твоя работа этого стоит и заслуживает, и ты сможешь иметь пропитание, сможешь иметь крышу над головой, и сможешь обеспечивать себя и свою семью. Человек, который так говорит, а потом этого не делает, он предает. Он делает вид, что он хорош, но на самом деле он хуже разбойника, потому что он обманывает того, кто ему доверился. Вера как доверие, вера как предание себя в руки того, в кого ты веришь, очень важный элемент в культуре Ветхого Завета. Иудей верил Богу в том смысле, что он чувствовал себя на его руках, Богу можно было доверять, он не предавал, Бог никогда не предает другого, никогда не предает человека. Вот здесь то же самое. Вот плата, удержанная вами у работников. То есть он перечисляет до этого золото, серебро, все эти ваши одежды и прочее, все это сгнило, но почему это так? Почему такая жесткая оценка? А потому что вы заработали, это неправильно. Вот плата, удержанная вами у работников. То есть если вы гениально что-то можете делать, если ваша работа исключительно важна, дорого оценивается, и вы имеете возможность обладать каким-то имуществом, это само по себе неплохо. Хотя если рядом вы видите человека больного, немощного, не способного самому за себя постоять, не способного заработать в силу тех или иных причин, и не помогаете ему, это уже другая история, это уже отсутствие любви. И в таком случае это богатство само по себе, может быть, не являясь греховным, так или иначе не принесет никакого внутреннего мира, внутренней пользы, да и внешней пользы тоже. Но здесь апостол говорит не о людях, которые честно заработали каким-то особенным образом. Апостол говорит о людях, которые обманули других. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших ваши поля. Эта плата, как в свое время кровь Авеля, вопиет и вопли жнецов достигли до слуха Господа Саваофа. То есть Бог слышит, и Бог их не оставит. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Здесь такой образ, что вы как жертвы, которые в итоге будут принесены, очистительные жертвы. То есть если ты долго-долго пользовался бедами и слабостью другого человека, не думай потом, что тебе это просто так сойдет с рук. Вы осудили, убили праведника, он не противился вам. И вот здесь интересный такой поворот. Апостол говорит о Христе и обращается к иудействующим, обращается к тем, кто, может быть, стал христианином, хотя до этого был иудеем и был в числе осуждающих Христа. Или, например, даже обращается к тем, кто еще христианином не стал. Почему же это так? Почему вот вы осудили праведника, говорится, в контексте борьбы с богатством, борьбы с недолжным богатством? Очень просто, если мы послушаем Саддукеев, как они говорили о том, почему надо убить Христа, для общего спокойствия, для продолжения общей спокойной жизни. Лучше одному человеку погибнуть, нежели всему народу погибнуть за его, вот такое безрассудное, как им тогда казалось, поведение. Христа убивают формально, чтобы не только потому, что он называет себя Богом, но и чтобы сохранить тот статус-кво, который был в то время в Иудее, между римлянами и иудейскими властями, собственно, саддукеями, первосвященниками. И далее апостол пишет, «Итак, братья, будьте терпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие к Господне приближается». Это, конечно, уже обращение к другим. Это обращение к людям, которые не к тем, которые терпят свое богатство, а к тем, которые терпят свою нищету, терпят просто невозможность жить нормальной, достойной жизнью. есть полноценную пищу, жить в каком-то более-менее комфортном жилье. И апостол говорит, «Конечно же, плод, который зреет, иногда зреет довольно долго, но ваше терпение, ваша любовь, она тоже даст свой плод». Как кажется, только богатый человек, вот он может проявлять любовь на деле, тем, что он, например, может поделиться своим богатством. О каком же терпении, о каком плоде может идти речь, когда мы говорим о жизни бедного человека. Это плод любви, плод нестяжания, это плоды вот того самого внутреннего смирения и отсутствия, озлобленности, отсутствия этой борьбы. Потому что, конечно же, у любого человека, неимущего, есть возможность начать борьбу за такое внешнее равноправие. И в этой борьбе он тоже может перейти какую-то нормальную грань, перейти грань законную, начать революцию, начать передел собственности, и тогда его уже будет очень трудно остановить. Ну что, собственно, мы видели после революции в России, когда на внешней формальной правде в итоге выросла страшная неправда, разрушившая целое государство. Апостол пишет, «Долго терпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными». Вот, судья стоит у дверей. И опять же, да, это обращение к бедным по отношению, по поводу богатых. Не судите их. Все понятно, что они, может быть, неправы. Всем понятно, что они должны были бы действовать по-другому. Вы не знаете всего, вы не знаете того, как они живут, и чем они живут, и, может быть, они помогают не вам, а кому-то еще. Иными словами, не судите, потому что судья уже у дверей. В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господнем. Если вы хотите вспомнить праведников, которые страдали, вспомните пророков, которые также обличали грехи своего времени и также страдали, несмотря на то, что они были избранными Божиими. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. И первого, кого упоминает апостол Иаков, это, конечно же, Иов. «Вы слышали о терпении Иова и видели конец онова от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен». Напомню, что Иов, жизнь Иова заканчивается восстановлением всего его имущества в два раза больше. Оно увеличилось в два раза больше. Единственное, что не увеличилось число его детей. Как говорят толкователи, это произошло потому, что дети, которые погибли в катастрофе, еще до его страдания, они живы. Иов верит в их воскресение, автор книги Иова верит в их воскресение, и поэтому детей у него тоже в два раза больше. Такое же количество родилось в конце, какое было в начале, но так как первые живы и воскреснут, их тоже будет в два раза больше. И вот апостол говорит, помните Иова, он очень много страдал, но он не изменил Богу. И в чем он ему не изменил? Самое главное, он не изменил своего представления о Боге. Он не просто оказался верен Богу в поступках, он свои представления о Боге не изменил. Хотя, казалось бы, это очень просто, очень естественно. Если тебе больно, если ты доверяешь Богу, а тебе плохо, и все вокруг плохо, то пора сказать, может быть, Бог не прав, может быть, Бог сделал что-то так, может быть, он несправедливый, может быть, он не милосердный, но Иов этого не говорит. Иов переносит страдания, которые даже не может объяснить, но переносит с доверием Богу. И апостол говорит, что ему воздается многократно. «Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею, и никакое другое клятвую, но да будет у вас, да, да или нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». Что значит клятва? Клятва в Ветхом Завете это некоторый торжественный договор, который человек обещается исполнить, и он подразумевает, что будет наказан, если не исполнит. Например, одним из видов таких клятв было следующее, вот такое сопровождение ритуальное, разрубали животное пополам, и вид этого животного должен был напомнить клянущемуся человеку, потому что если он нарушит клятву, с ним будет то же самое, он тоже умрет. Но вот апостол говорит, не надо клясться, не надо заставлять себя быть верным с помощью каких-то проклятий и внешних средств. Вы просто сами стремитесь быть верными, стремитесь быть учениками христовыми, не потому, что иначе вас накажут, а просто из верности. «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви. И пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Вот этот отрывок с 13 по 15 стих является основанием нашего современного таинства елеосвящения. Полагает, что именно здесь апостол Иаков говорит о таком начинающемся, зарождающемся, что ли, чине елеосвящения, который предполагает помазывание освященным елеем, вином и молитву над болящим. Смысл, конечно, не обычный, такой врачебный, как некоторые средства, которые лечат само по себе. И смысл не только такой, как в Ветхом Завете, когда мы понимаем, что Бог дал лекарства, и мы посредством лекарства лечим. Смысл здесь гораздо более глубокий. Через это лекарство, через еле и вино, человека лечит сам Господь. И лечит в первую очередь не от физического только недуга, но и от недуга душевного. От некоторой внутренней греховности, которая в человеке присутствует. Того греховного состояния, греховного разлома и раздрая, который есть в человеке. Конечно, речь идет о людях, которые сами не могут прийти. То есть речь идет о том, что соборовались, еле освящение совершалось над людьми, тяжело больными. Болен ли кто из вас да призовет пресвитер в церкви, чтобы они пришли и помолились над человеком. И молитва веры исцелит болящего. Заметьте, что молитва веры. То есть здесь и священник, который читает молитву, и верующий, который болеет, и сам Господь, потому что помажут его во имя Господне. Значит, молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И дальше вот интересные слова. «И если он соделал грехи, простятся ему». На основании этих слов иногда делают вывод о прощении во время еле освящения забытых грехов. На самом деле речь идет вот о чем. Когда человек страдает, когда ему очень тяжело, он не в состоянии, бывает не в состоянии от боли, от переносимой муки, думать о каком-то своем внутреннем мире, совершать некоторую внутреннюю такую духовную работу. Он бывает способен просто терпеть, сжав зубы, потому что больше ни на что у него нет сил. И апостол говорит, что вот эти грехи, которые человек выстрадал своей болью, если он от них внутренне отказывается, от всех скопом, просто сразу, просто с этим глубочайшим покаянным чувством, обращенным к Богу, «Боже, прости меня, поддержи меня, исцели, освободи меня от этой немощи». Вот эти грехи, в которых человек обновляется и преображается, которые заставляют его по-новому посмотреть на свою греховную жизнь и переосмыслить ее, и начать ее по-другому, начать жить по-другому. Вот как раз об этом идет речь. Вот такая внутренняя перемена, она приводит к тому, что грехи прощаются. Далее апостол говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, ибо много может усиленная молитва праведника. Речь идет о такой первоначальной форме исповеди, исповеди общественной, когда христиане каялись о своих несовершенствах перед лицом других христиан просто в общине. Это воспринималось как некоторая боль, как общая скорбь, воспринималось как некоторое внутреннее такое падение и слабость, которое должно не быть осуждено со всей строгостью закона, в котором человеку должно посочувствовать, поболеть за него сердцем, что он оказался так слаб и такую допустил немощь. И в этой немощи за человека необходимо молиться, поддерживая его на пути исправления. Поэтому здесь и говорится об исцелении. Далее апостол пишет, «Илья был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». То есть речь идет о силе молитвы и о том, что если человек хочет молиться, то много может усиленная молитва праведника за другого человека. Здесь можно вспомнить слова преподобного Силана Афонского, молиться за других – это кровь проливать. Действительно, если бы мы проливали кровь друг за друга, внутренне, в духовном смысле, то, может быть, мир вокруг нас был бы другим. И заканчивает апостол такими словами, «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Апостол призывает нас по-новому, по-другому посмотреть на грешника, не смотреть на него с таким отталкивающим, ненавидящим взглядом, взглядом, который сверху вниз, который указывает на некоторые внутренние превозношения. Нет, братья, если кто-то уклонится от истины, стоит за него молиться и стремиться к его обращению, потому что обративший грешника от ложного пути спасет свою душу, не только его душу, и покроет множество грехов. Почему вот это такое действие, казалось бы, не имеющее отношения к личному исправлению, покроет множество грехов? Что такое грех? Грех — это состояние разлада, моего внутреннего разлада с Богом, с Божьей волей. Когда рядом человек, который грешит, естественно, в состоянии греха для меня ненавидеть его и осуждать. Если вместо этого я, этого грешника, люблю, стремлюсь его направить на путь истины, поддержать в добром, отвратить от злого, это значит, что моя собственная душа также исправляется. И человек, который исправляет искренне, кропотливой работой, исправляет жизнь грешника, он исправляет свою собственную жизнь, он спасает душу от смерти и своей любовью исцеляет грехи, которые до этого совершал. Как бы свидетельствует перед лицом Бога, что он от них отказался, и теперь он стремится жить праведным. Всего доброго!